На Кубани второй год подряд увеличивают сумму на ремонт дорог. В 2018-м на эти цели выделено уже 28 миллионов рублей. Четверть из них направят на транспортные артерии местного значения. Субсидии уже получили почти 250 городов и сельских поселений Кубани. Но в 11 из них даже не приступили к работам. Люди не должны страдать от нерасторопности глав муниципалитетов, отмечает глава региона. Раз уже такие суммы мы себе можем позволить на поддержание, ремонт, строительство новых дорог? Давайте сделаем так, чтобы этот результат был виден. 11 поселений. Деньги получили еще в январе. Еще даже к торгам не приступали. А когда они собираются их осваивать? Когда они собираются дороги ремонтировать или строить? Коллеги, это преступная нерасторопность. И никакая причина здесь не может служить оправданием для этой бездейственности. Андрей Анатольевич, мы что, разучились с деньгами работать, что ли, или что? Именно. Это, конечно, консультация факта. На самом деле, это безответственность. Безответственное отношение к тем государственным деньгам, которые даются муниципалитетам на выполнение, в первую очередь, их функций. Это безответственность. Я считаю, что эти муниципалитеты должны нести ответственность, в первую очередь, сотрудники. И уже на последующий период средства им не выделять. Пусть обходятся. Вы знаете, здесь нет, нет, это такой подход не очень верный. Средства не выделять. Если мы средства не будем выделять, нерадивым этим, было вам поселение, то пострадают люди, жители. А при чем здесь жители? Все, кто не оставляет денежные средства, еще раз подчеркиваю. Исходя из правового поля, те руководители поселения, должностные лица муниципальных образований, которые отвечают за то, чтобы дороги ремонтировались в срок, и вовремя должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности. Еще одной темой краевой планерки стало строительство и ремонт школ. В этом году из краевого и местных бюджетов на капитальный ремонт было выделено почти 120 миллионов рублей. Благодаря этому на Кубани должно появиться полторы тысячи дополнительных мест в учебных заведениях. Продолжение следует...